Мы очень ждали отважную кубинскую пятерку здесь, в России, на нашей земле. Они освобождены были относительно недавно, прошло чуть более года. Мы направляли им приглашение, и вот это случилось. Для всех нас очень приятное событие. Мы очень благодарны им, во-первых, за то, что они специально выбрали дату и приехали в дню празднования 71-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. Они участвовали, были зрителями Парада Победы. У них была очень насыщенная программа. И, конечно, с самого начала у них было пожелание, побывав все пятеро здесь, в Москве, они очень хотели возложить венок к могиле неизвестного солдата и посетить Мобзолей Ленин. Вы знаете, что сейчас Мобзолей закрыт, это было не очень просто, но вот это приятное для них событие произошло. В связи с прибытием кубинской пятерки, шестерки, потому что с ними вместе еще один национальный герой Кубы, который более 10 лет сидел в тюрьме в Сомали, он сражался вместе с нашими воинами-интернационалистами в некоторых африканских странах. Пример этих кубинских героев – это пример стойкости и верности тем идеям, которым они посвятили свою жизнь. Вот представьте себе, многие из них получили пожизненно, а Херардо получил два пожизненных срока заключения. И вся Куба, все эти 15 лет, которые они сидели в тюрьме, в полном смысле слова, ежедневно боролась за их освобождение. Боролась сама, обращалась ко всем прогрессивным силам на планете, чтобы они тоже участвовали в этой борьбе. Я не скрою, что Компартия Российской Федерации активно поддержала этот призыв, и мы все эти годы активно боролись за освобождение. По нашей инициативе Государственная Дума несколько раз принимала постановление в защиту кубинской пятерки. Мы считали и считаем, что они абсолютно незаконно были осуждены, потому что они никакого ущерба национальным интересам Соединенных Штатов Америки не нанесли. Их задача состояла в том, чтобы не допускать со стороны агрессивных террористических группировок, которые располагались в Майами, организовывать террористические акты против республики Куба, против лидеров республики Куба. И они в течение многих лет активно эту задачу и успешно выполняли. Никакого ущерба, я повторяю, США они не нанесли. И, собственно говоря, все обвинения, которые им были высказаны, они были ни на чем не основаны и никак не доказаны.